Всем большой привет! Сделала я заказ в компании Фаберлик по 12 каталогу и решила поделиться им с вами. Тем, что мне пришло. Так как у меня гелей для душа сейчас много, я себе не могла заказать новинку. Но моя подруга решила, что ей обязательно новинки нужны. И заказала сразу все три аромата, которые вышли в 12 каталоге. В 13 каталоге к ним добавятся еще два аромата. Но вот против одного я устоять точно не смогу. Там будет с грейпфрутом, кажется, новинка. Очень хочется мне его. Но давайте я по этим расскажу. Хотя девочки, кто получил, уже все давно рассказали. Но хочется свое мнение. Освежающий, увлажняющий и питательный. Очень мне нравятся полосочки разноцветные, дизайн красивенный. Настолько приятно действительно держать в руках вот эти новые гели для душа. Они все три кремовые. Такая очень интересная новинка. Единственное, бледновато написано, что входит, какие ароматы. Тут освежающая мята и молочные протеины. Пахнет мятой из жвачки. Вот когда сама оболочка мятной жвачки, она такая сладкая, сочная вот такая вот мята. Не то, что трава. А именно вот такая вот освежающая действительно мята. Кокосовое молочко и молочные протеины. Очень понравился аромат. Аромат действительно кокоса очень-очень вкусный. Я думала, мне больше понравится питательный и увлажняющий. Думала, мята не понравится. Но на самом деле на третьем месте оказался с миндальным молочком и молочными протеинами вот этот питательный. По аромату. То есть, ну, действительно пахнет он миндалем. Но таким миндалем, вы знаете, с горчинкой. Может быть, на коже уже будет раскрываться более красиво. Но, наверное, вот на первом месте и на втором у меня идут кокос и мята. Очень понравился. В мяти бы, наверное, даже купалась. Для меня это было очень удивительно. Ну, как бы неожиданно. Потому что я не очень люблю свежие такие ароматы. Заказала я себе и моя мама заказала тоже себе дезодоранты для интимной гигиены. Цветочный аромат. Это новинка. Небольшая она по весу. 75 мл. Цена в каталоге была в пределах 150, кажется, рублей. Может быть, чуть меньше. Честно, не помню. Но давно я хотела, чтобы в Фаберлик или в Эйвен были такие средства. Они нужны. И мне кажется, у каждой женщины в ванной комнате такая вещь должна присутствовать. Далее тоже подруга себе решила взять. Она, ну, вернее, даже не она, а ее ребенок. Очень любит вот эти детские пасты Астронавтик. Любит настолько сильно, что как только у него что-то заканчивается, мама заказывает ему снова. Так что, Ларис, пришли все три пасты. Привет тебе большой, если смотришь. Классные эти пасты. Они чем хороши, что они идут и зафольгированные, и написан возраст. Одна клубничная идет 6+, а две другие, банановые и созвездие Бубльгум, 3+. То есть, вот они безопасны, если даже ребенок случайно проглотит. В серии Астронавтик было предложение, что если заказываешь что-то, можно было купить подешевле салфетки. Ну, посмотрела я. Мне они были, в принципе-то, не нужны. Ну, вот на втором шаге, по-моему, они вылезли у меня. И я думаю, ну, ладно, возьму одни. С антибактериальным эффектом для детей. Ну, такое позитивное оформление у пачки. В магазине можно купить в любом случае и подешевле, чем даже со скидкой в Фаберлик. Ну, думаю, ну, пусть будет. Максим как себе рюкзачок положит и будет носить в рюкзаке. Когда будет необходимо, может ручки протереть. Далее. Было одно в заказе недоразумение. Это вот прямо буквально расстройство. Вы знаете, смотрела последнее время несколько обзоров в Фаберлик. Девчонки заказывали вот эту новинку, полуматовую губную помаду Грация. И почти у всех, ну, знаете, такие отзывы были, что ожидали другое. Не ожидали того, что пришло. Ну, вот у меня примерно то же самое получилось. Вот я давайте вам даже в каталоге покажу. К счастью, я ее заказала не по полной цене, а по купону. Вот этот 50% скидочный купон. Я долго думала, что мне надо. Мне ничего было не надо. А тут, листая каталог, увидела эту новинку. Вы знаете, честно, привлекли больше тени. Но чего я их не взяла, не знаю, обожаю зеленые цвета. Вот на девушке вот такая красотища. Очень понравилась помада на девушке. Но вот одно непонятно, почему я заказала не эту, а другую. В общем, мне, получается, понравился чувственный розовый. Не то я не тот код вбила, не то я тут чего-то напутала. Но я взяла натуральный притягательный. Вот эту третью. Может быть, цвет натуральный меня вот притянул. Ну, в общем, настолько натурально притянул, что взяла я вот этот третий оттенок и не пригляделась, что даже вот тут видно, что он самый темный. Я думала, вот они вот какие-то, знаете, такие нюдовые. От бледненького до такого, ну, нюдово-розового, что ли. До натурального. Ну, в общем, надо было брать 26-й, наверное. Ну, чего я говорю, давайте я вам покажу. В общем, пришла мне вот такая помада. Еще раз, если вдруг я там... 42-0-28. Она уходит в коричневый, в какой-то красно-коричневый, что ли. Она действительно полуматовая. Вот как она сидит на губах, на губах она сидит хорошо. Вот я на днях еще Оксану смотрела, у Оксаны плохих. По-моему, Оксана тоже заказала вот в этом оттенке. И тоже она сказала, что не ее цвет. И расстроилась, что пришло не совсем то, что она хотела. На моих, вот без пигмента губах, у меня они белые практически свои, вот смотрится очень темно. У меня еще и лицо-то с желтым потоном, светлое, какой-то вот желтоватое. И вот такая коричневая какая-то помада. Ну, некрасиво. Кому-то этот цвет очень идет. Брюнетка очень идет со смуглой кожей, с загорелым лицом. На мне оно некрасиво. Хотя помада неплохая. Вот на губах я ее вообще не чувствовала. Она очень хорошо лежит. Цвет насыщенный отдает. Может быть, я еще сама по себе очень люблю полуглянцевые, вот такие вот, которые не больно в цвет-то уходят, чтобы бледненько было. В общем, вот такая помада. Может, подарю, у меня подруга есть, Маше, вот если она забежит, предложу ей. Она любит яркие такие помады, что у нее красивые губы у самой. Может, вот она будет носить. Ну, посмотрим. Пока так. Дальше. Максимке. Я говорю Максимке, он мне из комнаты кричит, чего? Максим, я ролик снимаю. Взяла ему два ластика, две совы. Ну, они шли, вот эта шла в отделе для школы для девочек, канцелярия школьная для девочек. А вот эта вот для мальчиков. Но я решила, что в нашей коллекции хорошо будет и для девочек, и для мальчиков смотреться. В общем, вот такие вот два ластика. Ну, конечно, для ластиков это слишком золотая цена. Они в пределах 60 рублей. А если учесть, что это просто, по сути, картинка выбита на плоском ластике, то это слишком дорого. Сова синяя и сова розовая. Ну, от Фаберлика у нас еще не было ластиков, теперь будут. Вот такие две совы. Так, ну, давайте еще по заказу и подарок покажу. Мне бы, главное, сводчим заказ-то свой не испачкать. В общем, вот такая футболка. Футболка детской одежды шла по распродаже. Вот на последнем там шаге предлагалась. Хотела я, конечно, взять побольше всего, но заказ делала уже во втором часу ночи. У меня глючил интернет. В общем, все нервы мои были посажены. И успела я заказать всего одну футболку. Почему-то я все время вылетала со страницы. Ну, я рада, что хотя бы одну успела. Хотела побольше. В общем, вот такая футболка. Рост 152. Я Максимки беру не по росту, а чуть-чуть больше. Потому что он у меня мальчик крепенький. И поэтому ему подходят более такие вот свободные. Во влоге про 1 сентября, там в конце он в этой футболке будет сидеть. Поэтому, если интересно, ну, кто не смотрел влог, и интересно, как сидит на ребенке, то можно посмотреть. Ну, и я хочу сказать, что мальчик у меня не худенький. Поэтому вот 152, а у него рост меньше 140. Но ему хорошо. Вот она прямо очень-очень хорошо на нем сидит. Отлично пошита. Никаких нет нареканий. Вообще, мне очень нравится, как Фаберлик шьют одежду. Вышла она нам за 240 рублей. Это очень хорошая цена, потому что рост 152. До этого я брала, по-моему, за 450 или за 400 рублей. Уже со скидкой представителя. А тут 240 рублей со скидкой представителя. Это хорошая цена. Рады. Футболки носим круглогодично. Потому что дома это самая одежда для мальчика. Спортивные шортики и футболочка. Ну, и по подарку. Не так давно мне на почту приходило от Фаберлик сообщение, что если я делаю заказ, по-моему, до 4 сентября, ну да, вот в период действия 12 каталога, то в подарок я получу ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Ну, мне кажется, это отличное предложение. Тем более, по 12 каталогу на тот момент я еще не делала заказ. И для меня было это очень замечательно. Заказ я сделала. Независимо от предложения. Но в итоге еще и получила кондиционер. Пахнет приятно. Мне нравится. Пахнет цветочками. Сейчас, конечно, концентрировано и насыщено. Но это не страшно. На самом деле, чуть... Ну, когда он будет вместе с одеждой, после стирки, после всех полосканий... Так, девушка, выглядывай. То будет все замечательно, я так думаю, на одежде. Но если нет, то я думаю, в каком-нибудь влоге я это скажу. Но, надеюсь, такие кондиционеры пришли многим. И я сейчас не новость рассказываю. А на самом деле, многие получили себе в подарок. Вот такой был вроде небольшой. Но, мне кажется, в какой-то мере и интересный заказ для меня. Потому что много новинок оказалось для меня. Мне было интересно. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok